Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на новый ролик по игрушке зуба. И сегодня, как вы уже поняли по названию видео, речь пойдет о таком персонаже как Брюс. У нас уже был такой видеоролик на канале, там мы смотрели Фина, обозревали как на нем играть, всякие ульту смотрели и пассивку. И сегодня я хочу немного рассказать о Брюсе, так как Брюс тоже является моим любимым персонажем. И хочу поделиться тактикой игры, что я на него ставлю. Итак, давайте с вами начнем. Давайте начнем с предметов. Какие ставлю предметы, это у нас... Так, сейчас зайдем, ребят. Предметы. Первое это я использую укол адреналина. Ну, как вы знаете, я его использую везде. Хотя я недавно задумался, что на Брюса можно его и не ставить, потому что у Брюса очень много ХП. И, наверное, тут реально можно успеть прожать аптечку. Но пока что все равно буду играть через укол, потому что... Ну, по сути-то ставить-то и нечего. Можно, конечно, поставить зубы, но пока что, ребят, так. Далее у меня стоит нитродробовик. Ну, тут понятное дело, нитродробовик увеличивает скорость и дальность атаки. Еще и как бы седьмой уровень. Можно прокачать на восьмой, но это будет в следующих роликах. Дальше у нас стоит косточка. Тоже, да, спорный предмет на Брюса. Но, повторяюсь, у Брюса очень много ХП. И отхилить до максимума это прям здорово будет через косточку. Ну, и, конечно же, ботинки туриста. Для чего ботинки туриста нам нужны, я расскажу чуть-чуть позже. Итак, у нас четыре предмета, все седьмого уровня предпоследнего. Что касается предметов, вот. Ну, и давайте, что еще? О самом персонаже. Он у нас... Почему он является одним из моих любимых? Это, конечно же, за его пассивку, которая называется «Скала». Нельзя отбросить. То есть, у него есть огромное преимущество над снайперами, которые отбрасывают бомбами, отбрасывают копьями. За это Брюс мне очень-очень нравится. Особенно это спасает, когда вы остаетесь там в конце, допустим, один на один, зона сужается, и вас никто не сможет отбросить. Так, ну и тут активная способность. То есть, это кулаками он наносит урон по врагу скины. Конечно же, легендарный скин. Топовый, на мой взгляд, один из самых топовых легендарных скинов. Вот. Ну и боксер Брюс тоже выглядит неплохо. Такой шрам у него здесь, как вы видите. Ну, давайте сыграем на легендарном. Итак, давайте переходим в катку. Как раз у нас соло сложный, наконец-то. И попробуем... Попробую вам рассказать. Вообще, нам нужно спавниться на тех местах, где есть кусты. Желательно, конечно, вот какие-нибудь вот такие вот. Это саванна какая-нибудь. Это потому, что у нас есть ботинок. Брюс сам себе является медленным персонажем. И чтобы чуть-чуть ему скорость придавать, можно ставить ботинок. Тем самым мы будем очень быстрые. Всегда советую вам играть на Брюсе через кусты. Потому что на открытом пространстве, где нет кустов, допустим, взять вот где фонтан, да, вот около фонтана, поблизости, рядом практически нет кустов. И там мы будем просто мясо. Брюс очень медленный. Нас будут догонять всякие фазы, стрелять по нам. А если у фазы у того же будет какие-нибудь зубы вампира... Вот смотрите, ботинок. Ботинок сделал свое дело. Ботинок сделал свое дело. Вот. Если бы не он, я бы Ларри не догнал. Давайте вернемся к тому, что я говорил. Если мы будем в центре бегать, где нет кустов, то от нас просто будут хиляться. Мы никого догнать не сможем, а кусты здесь наше все, видите? С помощью кустов мы догоняем. Догнали Ларри, догнали Донну, догнали Джейд. Вот такой вот я тактикой пользуюсь. Обязательно ставьте на Брюса ботинки. Прокачивайте ботинки. Брюс очень имбовый персонаж. Я говорю, у него очень много хп. У него пассивка, которая не дает вам, чтобы вас отталкивали снайперы. Это очень-очень спасает вас, когда вы остаетесь там один на один. Ну или вообще, когда нужно... В команде играете, вам нужно кого-то резнуть, да, поднять димейта. И вас никто не сможет отбросить. Это очень огромный плюс их. Много всяких ситуаций было, где спасает ваша пассивка. Ну, здесь мы видим, зона идет где-то вот как раз-таки к центру, да, к фонтану она, наверное, пойдет. Как обычно. Все, не для нас. Ну, у нас уже есть 7 киллов. Я даже этого не заметил. Вот, вот здесь вот Брюс может быть не опасен. Спокойно Шелли сейчас может через фонтан стрелять по нам. Ну, здесь, конечно, ее подпирает, прошу прощения, костер. И она была вынуждена оттуда выйти. Так, берем бочку, забираем щит и идем дальше. Итак, у нас осталось четверо. Умирает. Так, вот, пришла. Вот сейчас я могу с помощью, видите, от кустов оттолкнулся и тем самым... Ну, как бы тут вам все видно. Лед, как бы тоже преимущество, потому что он скользит и чуть побыстрее становится. Для Брюса это преимущество. Как это здесь, да, Джейд? Нет. Мы можем подхиляться. Видите, мы можем в кусты встать и от косточки отхиляться. У него очень много хп. Так, мы вынесли иникса. Но тут может Джейд тоже от нас побегать с помощью кустов. Мы никуда не торопимся, можем подождать. Можем подождать, пока она наступит на капкан. Можно ее в капкан просто заманить вот так вот. По левой стороне бегать, а она будет по правой бегать. Смотрите. А, нет, она, видимо, увидела этот капкан. Ну все. Сдается. Правильно делает. В общем-то, просто очень много негатива льется в сторону Брюса. Самый, наверное, ненавистный. Один из самых ненавистных персонажей в игре. Давайте еще одну катку поставим на открытие. Ящик соберем. К сожалению, ребят, мы не сможем сейчас открыть легендарный сундук, потому что у нас не хватает билетов. Почему я решил записать этот ролик? Да потому что что-то начал делать события по Брюсу. Ну и думаю, расскажу ребятам, как что. Ну, какой тактикой я пользуюсь. Обязательно сразу же в кустах. То есть, видите, сразу бегу в кусты. Здесь, в принципе, у нас нормально. Двенадцатый левел. Сейчас нас порешают, конечно же. Ну, ничего страшного. Можем убежать. Это люди, которые, видимо, фармят события. Забирают мои аптечки. От кустов можно убежать. Можно догнать. Поэтому для Брюса это только кусты. И все, смотрите, оттолкнулся. Ну, тут фазе окей, да. Я тут догнал его чуть-чуть. Пытается что-то сделать на Ларе. Сейчас попробуем, ребят. Попробуем обязательно. Вот, если бы не сапоги, я бы его не догнал. Так же сейчас и получится на Ларе, смотрите. Хаб оставил. Ой, а как я попался в капкан? Сейчас у меня подкопится дробовичок. Я подхилюсь. Нет, он знает. Он сейчас придет, смотрите. Он придет сейчас. Если бы у меня еще был дробовик нормальный, серебряный, я бы, наверное, дотянулся до него. Ну, Ларе тролль прям 8-го левела. Сейчас опять придет, смотри. И заберет аптечку, смотри. Попробую. Нет. Он так и будет сейчас меня, короче, троллить. Он сейчас подойдет опять, я знаю. Смотрите, он там включил инвиз. И вот так вот. Я буду угорать, если меня сейчас завалит Ларе. Я вижу, он там стоит. Он опять включил инвиз. Нет, ну это, конечно, никуда не годится. Сейчас бы меня Ларе завалил. Ну вот. Ну вот опять с помощью кустов. То есть я даже туда в центр не иду. Потому что там, как бы, я точно откисну. 100%. Здесь я могу с помощью кустов и убегать, и догонять. Ну и прятаться, и хилиться. То есть вот тактика на Брюсе, это только кусты, ребят. Понимаю, что зона может идти куда-то в не вашу сторону. Ну, то есть не там, где вам нужно быть. Еще один Луи. Мне нужен дробовик нормальный. Сейчас отхилюсь. Вот. Мне бы сейчас еще серебряный или золотой дробовичок, и я бы, может, его догнал. Луи, видите, еще преимущество в том, что он с помощью крыс сможет... Так. Он с помощью крыс сможет укрываться от всяких ударов. То есть это плюс Луи. Ну, а Луи позже будет. Сейчас поговорим про Брюса. Попал в капкан. А, нет, он не попал в капкан. Так, там, по-моему, Фази. Фази это наш, наверное, самый неудобный соперник для Брюса. Потому что он может нас замедлять. Он может нас замедлять, и мы сейчас, если выйдем вот сюда, он попадет один раз. Видите, ребят? Нам просто нужно где-то прятаться сейчас за вот этими хотя бы квадратами. О! А как ты здесь оказался? Попробуем отхилиться. Ребят, если зона вот такая, старайтесь просто ждать зону, когда она станет уже, уже. Ждите просто. Вот остался один Фази. Он для нас самый неудобный соперник. Мы просто ждем, пока зона станет совсем узкая, чтобы Фази никуда не смог от нас убежать. Потому что сейчас мы его не сможем догнать. Это самое важное. Ну, или вот так вот делаем, убегаем. Хотя он, видите, замедлил уже нас. вот. Максимально просто сближаемся с зоной. Играем от зоны, когда понимаете, что там соперник 10 уровня или выше. И делаем вот как показал сейчас я. Наверное, будем заканчивать, ребят. Такой вот видеоролик получился. Всех жду, ребят, на стримах. Обязательно пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. С вами был Элити. Всем удачи. И пока.